Здравствуйте! Вы смотрите программу Смыслица, еженедельную разминку по русскому языку. Вы спрашивали меня, как сделать свои высказывания в социальных сетях более остроумными? Можно ли развить чувство юмора и как создать в тексте комический эффект? Когда я думала над этими вопросами, то обратила внимание на то, что на телевидении зачем телевизионного анонса строится таким образом, чтобы с первых же секунд возбудить любопытство зрителя. Лучшим средством достижения этой цели служит прием буквализации метафоры. Прием заключается в том, что метафорическое выражение нарочито осмысляется и употребляется в прямом, а не переносном значении. Вот пример из телевизионного фильма, посвященного глухонемым людям. У них нет слов, но есть своя страна. И журналист в кадре показывает рука, значит приветствие, шапка, пора гулять. Механизм приема буквализации метафоры состоит в том, что в начальной части высказывания помещается собственно метафора, а контекст последующей части организован таким образом, чтобы придать данному фразеологическому сочетанию слов буквальное значение. Ее пытались сделать звездой изо всех сил, а далее в кадре показано, как мать маленькой гимнастки говорит, тренер пенал ее ногой по поясничной области. Ужас. Исследователь Квитковский отмечает, когда метафорическое выражение, в особенности известная бытовая метафора, берется в прямом смысле и в дальнейшем приобретает очертания реального, внеобразного предмета, возникает новое осмысление этого выражения, имеющее порой юмористический или даже комический гротескный оттенок. Не находя любви на родине, русские женщины за 30 штурмуют арабские фьорды. Здесь любовников тьма египетская. Документальный фильм «Бабье лето». В тех случаях, когда присутствует лишь та часть приема буквализации метафоры, которая содержит буквализирующую часть, возникает эффект комической двусмысленности. «Вести с полей» – заголовок репортажа о чемпионате мира по футболу. Или «Стоп, снято» – название документального фильма, посвященного голым знаменитостям на страницах желтой прессы, в кино и на телеэкранах. Автор подробно рассказывает о технологии съемочного процесса. Актуализируется прямое значение слова «снять», то есть «раздеться» и значение единицы «стоп» – «снято» в целом. А видеоряд при этом такой. На съемочной площадке артисты срывают в себя одежду, демонстрируя окружающим свои прелести. «Ловцы снов» – это название документального фильма о литургическом сне и специалистах, изучающих этот медицинский феномен. «Деньги из воздуха» – фильм о находчивых людях, которые сколотили капитал, не потратив ни копейки. Вот текст анонса «Хватит работать на дядю, ведь деньги лежат под ногами». И видеоряд «Черви в земле». «Заработать в состоянии на экспорте нечистот», – герой говорит в кадре. «В среднем за год мы зарабатываем полмиллиона евро». «И найти покупателя на прошлогодний снег», – герой рассказывает в кадре. «Это реальный снег, который я сейчас могу продать». В анонсе обыгрывается образное выражение «денег, как грязи». Деньги лежат под ногами. Буквализация усиливается благодаря видеоряду. В первом случае – это море грязи, во втором – видеофермы по разведению дождевых червей. Попробуйте использовать прием буквализации метафоры в своих собственных текстах, и ваше остроумие не останется незамеченным. Пусть наша речь будет безупречной. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует...